Поменял масло на СТО и попал на ремонт двигателя в несколько сотен тысяч рублей. История сургутянина Андрея Бойцова началась ещё в октябре прошлого года. Тогда он обратился на одну из станций техобслуживания, чтобы заменить масло в двигателе. Но после того, как мастер выполнил свою работу, хозяин машины заметил неладное. Начал стучать двигатель. Я обратился на СТО, чтобы они устранили неисправность. Они решили отремонтировать мне двигатель. Отремонтировали, то есть вывели полностью его из строя. Пришлось обратиться к официальным дилерам, которые разобрали двигатель. Посмотрели, что действительно были большие нарушения по разборке, по сборке и вообще по обслуживанию. После долгих скитаний и нескольких попыток предъявить претензию, мастер всё-таки взялся за исправление тех дефектов, которыми сам и наградил исправный автомобиль. Но лучше дела и после этих работ не стало. Я прихожу у них, смотрю, она у них на подъёмник висит в боксе. Всё это в масле. Они сняли поддон, не снимая двигателя, сняли поддон. Это всё грязь, масло. Всё бежит, капает. И они его ремонтируют. Я говорю, вы собираетесь так делать? Да, всё нормально. Не переживайте. Первый раз сделайте. Всё хорошо. Теперь Андрей Владимирович, чтобы спасти свой автомобиль, потраченные средства и нервы, вынужден нанимать юристов и экспертов, чтобы выяснить, что действительно послужило причиной поломки. И если подтвердится вина исполнителя работ, то он обязан будет возместить ущерб клиенту, либо восстановить авто за свой счёт. В ходе осмотра был демонтирован двигатель. То есть дальнейшие все действия были разобраны для установления дефектов, повреждённых деталей, которые подлежат уже дальнейшей замене. Дальнейшие выводы могу только уже потом озвучить после месяца, как уже будет проведено исследование по счетам калькуляции стоимости восстановления ремонта. И также будет вывод о том, что целесообразный ремонт или нет. Однако решить вопрос полюбовно в данном случае ещё можно. Многие предприниматели понимают ответственность и стараются урегулировать конфликт в досудебном порядке. Если же по результатам независимой экспертизы будет установлено, что работы были выполнены качественно, то тогда потребитель уже вправе будет обратиться на СТО с требованием вернуть уплаченные деньги за выполненные работы, возместить ущерб, затраты которые были понесены на проведение независимой экспертизы. И в случае, если будет отказано, то тогда уже в судебном порядке добиваться всех этих взысканий. В случае уклонения нарушителя прав потребителей от ответственности пострадавший клиент может обратиться в суд. Тогда исполнителю некачественного ремонта грозит ещё большее наказание. К возмещению ущерба добавится штраф в размере половины от объёма иска. Мы как орган надзорной деятельности можем выйти на проверку, почему условия договора не соблюдены, некачественное оказание услуг, а также можем помочь обратиться в судебный орган для восстановления его прав, также в качестве процессуальной са, так называемого, то есть от его имени и его интереса действует в суде. А также суд может привлечь нас в Роспотребнадзор для дачи заключения. Чем закончится история Андрея, пока не ясно. Однозначный вывод можно будет сделать по результатам независимой экспертизы. Её итоги станут известны через месяц. А дальше, возможно, потребуется помощь специалистов, которые готовы защищать его права в суде. Юлия Плескачёва, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.